здравствуйте друзья сегодня программу мы снимаем не в студии на что есть причины перед выборами дабы узнать настроение людей мы пошли в народ и так простые вопросы влечь буквально на несколько секунд вот несколько вопросов простые вопросы и чем эти секунды дадут ну дадут очень важные очень важную информацию вы скажите сейчас президента будут выбирать на 6 лет а как вы думаете лучше на 6 или на 4 как раньше я вот думаю что на 4 лучше а почему лучше но потому что это как-то быстрее оперативнее они работают а на 6 лет они будут расслабились и сидят там и я думаю на 4 лучше а почему ну чтобы менялись почаще на что власти менялась четыре года это мало сейчас лучше конечно такая большая страна мое мнение как бы пусть будет на 6 чтобы меньше выборов было как бы так что меньше вы меньше мучиться да 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 альфа канал программа простые вопросы просто элементарно сейчас мы президента знаете да будем выбираем выбираем на 6 лет раньше на 4 года вот по вашему мнению лучше на 6 лет или на четыре мне кажется что лучше на 4 года на за 6 лет люди очень многому научатся нас обманывать и тому подобное а за четыре года не успеют за четыре не дадим может быть с ними мысли подадут там такую возможность но будем требовать молодые люди вся надежда на вас сколько сроков по вашему должен один человек быть на посту президента на посту президента прямо сколько сроков наверно один ну два может быть не больше не больше думе больше можно два я думаю а больше нет больше не нужно связи с чем это так связано вот тоже думаю что нужно чтобы муж другие тоже по управляли другие хотят тоже да освободи место 4 срока до 4 срока когда так 4 срока 4 срока по 6 лет это 24 года нормально но я думаю 2 не больше 2 монету человека в принципе человек на любой работе вот тянет например 5-7 лет и может надоедает мне кажется так два срока это 12 по 6 если до 2 срока 12 лет ну тогда один вот за последние 10 лет стране лучше стало или хуже я думаю что лучше я как пенсионер считаю что лучше лучше стало жить очень лучше да народ богаче стал и сразу всем видно везде и по себе ощущаю конечно лучше пенсии дают зарплата есть армии поднимать все к лучшему идет ну я думаю что стране стало не хуже стало лучше и было бы лучше если не было всемирного кризиса а так лучше думаю во всем мире хуже стала хуже у нас лучше но нас в принципе это было бы лучше если бы не кризис ну знаете где-то в каком-то месте лучше в каком-то хуже Мне не нравится, что медицина платная, мне не нравится, что образование платное. Что в этом хорошего? Зарплаты низкие, а, извините, с чего за это все платить нужно? Значит, тогда не лечиться не нужно, не учиться не нужно. Но некоторые моменты, конечно, выезды за границу, отдыхи, это, конечно, прекрасно. После выборов в Государственную Думу в стране проходят многочисленные митинги протеста. Люди требуют честных выборов. Вот вы верите в честные выборы? Ну, я, допустим, что да. Да, потому что я не видела и не вижу способов фальсификации этих. Хожу на выборы регулярно, но как они там дальше, можно их сфальсифицировать, я не знаю. Просто не знаю. Хотелось бы верить. Хотелось бы. Очень сомневаюсь. Почему? Не знаю, не все, далеко не все честные. А раз не все честные, значит, они свою линию все равно будут гнуть. Вот вы верите в честные выборы? Нет. Не бывает их? Нет. Все предрешено? Конечно. Куплено. А смысл есть тогда на них ходить? А мы не ходим. Ну, как честные выборы. Особенно сейчас вот как. Устанавливается все возможное. Почему бы не честные? Конечно, честные. Честные? Ну, есть, может, где-то в каких-то областях, там, где-то захолустье может быть что-то. Но по центральным городам это, конечно, не пройдет так. Навряд. Все выслуживаются, подтасовка какая-то идет непонятная. Не верю. Почему? Потому что не верю. Знаю, что все сейчас покупается. Начиная вот с низов и там, на верхах, это уже точно. Вы за то, чтобы губернаторов выбирали как раньше или назначали как сейчас? Я за то, чтобы выбирали. Все-таки мы своих людей знаем, здесь живем в регионе, правильно? И надо выбирать, как больше людей, которые в своем регионе живут. Не те, которые приехали, их назначают там со Свердловской области, с Приморского края, там, еще откуда-то. Своих, домороченных надо людей, которые любят свой край, свою... Ну, здесь родился человек, он за это и будет страдать за свою землю, правильно? Вы за то, чтобы губернаторов выбирали как раньше или назначали как сейчас? Ну, если хороший губернатор, пусть назначают. А если... Плохой, то пусть выбирают. Да, 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 да. Наверное, надо выбирать. Товарищи, как назначили товарища Колесова, такого натворил. Вот все будем выбирать. А почему лучше? А потому что будем выбирать местных, а не пришлых, варягов, которые одной ногой стоят у нас, а другой ногой стоят в тех регионах, откуда их прислали. Я за то, чтобы губернаторами были нормальные люди. Ну, в принципе, а назначат их или выберут? Нет, да как лучше, назначали или выбирали. Тут очень важно. А история показывает, что у нас, что выборные есть плохие, есть назначимые плохие. Да, по-моему, это не имеет значения. Да? Что выбирают их, что они все равно там. Что не выбирают, назначают, они все равно там. Ваши ощущения, вот вы как гражданин можете влиять на судьбу страны? Я думаю, наверное, да. А почему нет? Я считаю, что да. Каждый человек должен идти и свой голос отдать за кого он считает нужным. Каждый голос, я думаю, влияет на судьбу страны. Вы можете влиять? Да. Наверное, нет. Все решено уже за нас? Конечно. Конечно, своим голосом. Если все будут добросовестно ходить на выборы, особенно молодежь. Молодежь и не ходит голосовать. Я вам по своим детям знаю. Они ни разу на выборы не ходили. Хотя одному 42 года, а второму 33. Они ни разу не ходили. А я регулярно, каждый выбор и хожу. Ну вот последний вопрос. Как вы думаете, после выборов президента в стране что-нибудь изменится? Ну, мы все надеемся на это. Все равно надежда умирает последней. Ну, если еще и нас и сейчас вот так не очень считаться с нами будут, тогда, конечно, какие там выборы. Конечно, обязательно. Что-нибудь придумают, какой-нибудь возраст пенсионный увеличат или еще какую-нибудь ерунду придумают. Ну, я не думаю, что прямо сделают что-то хорошее, обязательно что-нибудь сделают плохое. Я думаю, что так же все и останется. Ничего не поменяется. Ничего не поменяется. После президентских выборов наступит затишье сразу. Будут разбирать портфели. Половина, конечно, того, что наобещали, сразу забудут. Ну, месяца через 3-4-5 будем смотреть, изменится что-нибудь или нет. Я считаю, что будет лучше. И наша Россия будет процветать. Прекрасно. Спасибо вам. Вот такие простые ответы мы получили на наши простые вопросы. Делайте выводы перед тем, как сделать выбор. Смотрите Альфа-канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова